КОШМАРЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ХЛАДНОКРОВНЫЕ УБИЙЦЫ Змеи. Это настоящий кошмар. ХЛАДНОКРОВНЫЕ УБИЙЦЫ Они еще этого не знают. Но, охотясь на рептилий, четыре подростка потревожили гремучую змею. Мальчики хотят быть героями. Гремучая змея хочет, чтобы они ушли. Она пытается спрятаться, как от большого животного. Но этого ей будет недостаточно, если ребята подойдут слишком близко. Погремушка должна предостерегать. Но вместо того, чтобы уйти, подозрительное существо приближается. Слушайте. Слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok В отчаянной попытке спасти свою жизнь змея использовала свой ценный яд, который мог бы пригодиться для охоты за съестным. Если бы мальчик вел себя осторожнее, его собственная жизнь не была бы сейчас в опасности. В Северной Америке в большинстве случаев жертвы потревожили змей. К счастью, хорошо оборудованная больница и квалифицированная помощь были недалеко. В отдаленных уголках Земли змеиные укусы имеют серьезные последствия только потому, что медицинская помощь недоступна. Больше всего змей водятся в тропических лесах. Но это вовсе не самое опасное для нас место. Змеи сделают все возможное, чтобы избежать столкновения с тем, что велико и неудобно есть. Эта желтая глазастая гадюка почти всю жизнь проводит на деревьях. Другие разновидности обитают под землей или в болотах. Существуют гигантские констрикторы, скрытные гадюки. Есть даже змеи, которые могут парить в воздухе. Все они неизменно вызывают страх. В Северной Америке водится змея с ужасной репутацией. Кустарниковая змея. Это одна из самых больших ядовитых змей в мире. Ее длина может достигать трех метров. Она живет в глухом лесу и редко встречается людям. Но из десяти человек, укушенных ею в Коста-Рика, пятеро умерли. Находясь в засаде, змея может неделями лежать неподвижно. Так как она редко двигается, ей требуется, на удивление, мало пищи. Нескольких лесных крыс ей хватает на целый год. Агути будет настоящим лакомством, если только подойдет достаточно близко. В тропических лесах змеи олицетворение кошмара, но только для своей добычи. Когда стемнеет, этой ящерице придется искать безопасное место для ночлега. Здесь, на краю ветки, малейшее движение будет замечено. Это плоскоголовая древесная змея с очень тонким туловищем. Змея может перепрыгивать с одного дерева на другое. Змеи опасны для нас своим ядом, но далеко не все змеи. Некоторые, как, например, это мангро, имеют только небольшие зубы в задней части рта. Они не представляют опасности. Этот устрашающий зевок обманчив. Однако некоторые зевки не стоит игнорировать. Лесная кобра тоже зевает. Яд из ее передних зубов поражает нервную систему. Гремучая змея гремит кончиком хвоста. Ее длинные острые зубы глубоко впрыскивают яд, отравляя кровь и мышечные ткани. Ее укус может быть смертельным. Вот что мы видим под микроскопом. Каждый снимок сделан с пятиминутным интервалом и показывает, как быстро разлагаются ткани и мембраны. Такие кобра изощренно защищаются, выплевывая яд из своих зубов. Яд попадает в глаза, временно ослеплее обидчика, и дает змее возможность ускользнуть. Самые ядовитые и хладнокровные существа живут в колумбийском тропическом лесу. Именно их собирают индейцы Эпена. Но это не змея. Это лягушка. Кожа лягушки очень ядовита. Вот причина, по которой Эпена их собирают. Традиционное оружие Эпена – отравленные стрелы. Индейцы используют яд, чтобы смазывать кончики стрел. Древко стрелы изготавливается из твердых пород дерева. Из Эгуэри делают насечки на стреле, чтобы она впитала больше яда. Эпена когда-то использовали такие же стрелы во время войны. В одной лягушке достаточно яда, чтобы убить 10 человек. И противоядия не существует. Это так называемые ужасные лягушки – Филобатис териблис. Чтобы изготовить ядовитую стрелу, ее кончик трут о коже лягушки. Находясь в руках человека, лягушка нервничает и выделяет много яда. Готовые стрелы смертельны. Лягушки не причинены никакого вреда, и ее отпускают обратно в лес. А Изэгуэри испытывает стрелу, подстреливая обезьяну к обеду. Субтитры делал DimaTorzok Зачем лягушке такое мощное средство защиты? Ядовитая смесь защищает ее от разных хищников, от змей до пауков и даже бактерий. Ярко окрашенная кожа символизирует смертельную опасность. Даже менее ядовитые сородичи черебниц знают, как выгодно быть несъедобными. Змеи быстро понимают, что ярко окрашенные лягушки несъедобны и оставляют их в покое. Эти лягушки получают яд от маленьких насекомых и других существ, которых они поедают. Яд концентрируется в коже. Их называют лягушками, отравляющими стрелы. Но не все одинаково ядовиты. Только смертоносные желтые лягушки из Колумбии используются индейцами Ама. Хотя они и смертельны, но для нас представляют мало опасности. Яркая окраска предупреждает. Будьте осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Яркая окраска хамелеона не говорит о его ядовитости. Она показывает изменение его настроения. Изменение цвета и узора – это проявление страха, агрессии или сексуального возбуждения. Но для многих людей в Африке и на Мадагаскаре эти ярко окрашенные ящерицы – воплощение зла, и их всячески избегают. Они выглядят довольно странно, но это всего лишь безобидные поедатели насекомых. Липкий язык хамелеона длиннее, чем его тело. Когда самец хамелеона облачается в боевую окраску, может последовать смертельный бой – поединок драконов. Субтитры создавал DimaTorzok Настоящие драконы тоже существуют. И это проблема для жителей рыбацкой деревни на острове Ринча в Индонезии. Драконы беззастенчиво являются в деревне и нападают на коз, кур и иногда на людей. Вот что случилось с миссис Нерринг в 1986 году. Дракон подошел сзади, когда я проходила мимо дома. Он был прямо здесь, но я его увидела слишком поздно. Он сжал мою ногу челюстями. Я дотянулась до ветки, но она обломилась, а дракон меня не отпускал. Я отпихнула его другой ногой и побежала в дом. Нога сильно кровоточила и заживала несколько месяцев. Теперь я боюсь, что снова с ним встречусь. Вот кто напал на миссис Нерринг. Дракон Комодо. Он охотится из засады на таких больших животных, как олень или даже буйвол, нанося ужасные раны зубами и разрывая свою жертву изогнутыми когтями. Его длина может достигать трех метров, и он весит больше человека. В его слюне содержится смесь из бактерий, от которой раны начинают гноиться. Дракон Комодо. Под землей, в безопасности, находится гнездо, в котором дракон откладывает яйца. Инкубационный период яиц около восьми месяцев. Мать вырывает нору, кладет туда яйца, покрывает их землей и больше не принимает участие в развитии маленьких драконов. В окружающем их мире маленьким драконам придется избегать взрослых Комодо. Драконы могут пожирать себе подобных, и младшие все время рискуют быть съеденными. В то время как взрослые самцы сражаются за право на самку, годовалый остается в безопасности высоко на дереве. Комодо находятся под охраной. Это самые большие в мире ящеры, и обитают они только на четырех индонезийских островах. Но у людей, которые живут с ними по соседству, бывают проблемы. Нападения на людей редки, но не следует сидеть или лежать на земле. Особенно уязвимы дети, что мистер и миссис Сиамбандер обнаружили в 1987 году. Это произошло в пятницу. Мы все сидели и обедали. Но наш шестилетний сын поел быстро, потому что хотел поиграть на улице. Он спустился со ступенек дома. Когда мы услышали крик, мы бросились наружу. Дракон ртом схватил ногу сына и тянул его. Он укусил его вот сюда, а когтями поранил вот здесь. Мы пытались отобрать ребенка и отпихивали дракона ногами. Надо было спасать сына, но было уже поздно. Хладнокровные существа наиболее опасны, когда заползают к нам во двор. В Таиланде и других частях Юго-Восточной Азии ядовитые змеи так и поступают. Они убивают тысячи людей ежегодно. И все-таки с ними мирятся, даже почитают их. Кобры контролируют численность грызунов в сельских районах. Но они также обитают около человеческих поселений. Многие люди не знают, что в начале периода дождей самки очковые змеи охраняют яйца и бывают особенно агрессивны. Вот это возвращается к яйцам, отложенным под складом в деревне Бон-Нам-Рон. Многие люди не знают, что я ошибаюсь. Многие люди не знают, что я ошибаюсь. Многие люди не знают, что я ошибаюсь. Пока кобра охраняет гнездо, миссис Пон-Боу, молодая мать из деревни, идет за рисом на склад, расположенный около школы ее сына. Рис сложен в обычном месте, примерно в метре от убежища кобры. Яйца отложены 60 дней назад. Сейчас они подают признаки жизни. Ком gl soir. К admits в Дございます условия. Они уничтожены 50 дней назад. Субтитры делал DimaTorzok Миссис Понболу просто не повезло. Как и многие другие жертвы змеи, она оказалась в неподходящем месте в неподходящий момент. Кобру нельзя винить. Она просто пыталась защитить детенышей, как поступила бы каждая мать. К счастью, миссис Понболу выздоровела после лечения в местной больнице. Молодые кобры расползлись, и каждая стала такой же ядовитой, как и ее родители. Наш всеобъемлющий страх перед змеями вполне естественен. Некоторые из них очень опасны. Они не охотятся на людей, но, защищаясь, убивают до 14 тысяч человек в год. Какие же змеи самые ядовитые в мире? В тропической Америке они иногда подползают к человеческому жилью. Копьеголовая змея Копьеголовая змея любит расчищенные и оживленные места. Сады, где можно спрятаться, ее очень устраивают. Угроза вполне реальна. Она кусает более тысячи человек в год. В Австралии самой опасной считается восточная коричневая змея, часто убивающая людей. В Северной Америке чаще всего кусает гремучая змея. Около 300 человек в год, хотя только 12 из них умирают. В Великобритании водится обыкновенная гадюка, но ее укус не очень опасен. Последняя смерть зарегистрирована в 1975 году. В тех странах, где медицинская помощь может оказаться далеко, змеи все еще вызывают первобытный ужас. В Африке основным убийцей является пыхтящая гадюка. Количество ее жертв достигает нескольких тысяч в год. Точнее, определить трудно. В отдаленных уголках укусы и даже смерти часто не регистрируются. Бок о бок с пыхтящей гадюкой живет другая змея. Она обитает не только в тропической Африке, но и в Азии. Это самая опасная змея в мире. Она крошечная, не толще человеческого пальца. Это чешуйчатая гадюка. Когда ей угрожает опасность, она издает своими грубыми чешуйками вот такой звук. Если предупреждение игнорируется, она нападает быстро и неоднократно. Происходит это довольно часто. Змея любит обработанные земли или покинутые пастбища, что приводит ее к контактам с человеком. И они все более часты. В Нигерии ее жертвы занимают 10% больничных коек. А в Индии регистрируется более 7 тысяч укусов ежегодно. В районах своего обитания она убивает тысячи босых деревенских жителей, охотников и пастухов каждый год. Вот настоящая змея-кошмар. В следующей серии. Чье жало смертельно? Чей укус безопасен? Существа, от которых передергивает. Существа, от которых передыхают. Субтитры создавал DimaTorzok